Друзья, всем привет! Всем доброе четвергого! Сейчас утром и может показаться по некому запаху с окна, с улицы. Потому как солнечно на улице, может показаться, что сейчас на улице тепло. Но нет у нас сегодня минус два! У нас ухудшилась температура, ну в смысле меньше стала температура, да? Понизилась, вот, холодно. Сегодня я хотела рассказать вам такую вот тему, поговорить с вами на такую тему, как подруги с детьми и без детей. Ну вообще в принципе то, как рассуждают люди, у которых дети есть, у которых детей нет. Это такая тема очень интересная. У меня, например, подруги, у которых дети есть, они мне постоянно, еще до появления у меня ребенка, они мне постоянно навязывали, что мне тоже нужно рожать, что мне тоже надо ребенка. Хотя у меня на тот момент только начались отношения с Володей. И, господи, мне надоело болеть. На тот момент у меня только начались отношения с Володей. И, ну какие дети? Ну какие дети? Мы только начали встречаться. Куда? В смысле, рожать уже прям сразу, да? Только начали встречаться, уже сразу рожать надо. Что вообще не мой человек? Или я не его человек? Но мне постоянно подруги, у которых дети были в разный период времени и до того, как Владимир появился в моей жизни, когда мы только начали вместе там встречаться, жить, вот, постоянно навязывали, что... Ой, горло болит, простите. Постоянно навязывали, что мне тоже нужно рожать детей поскорее. Вот подруги же без детей, они как бы никогда не навязывали мне, что мне не нужно иметь детей, так же, как вот, ну, допустим, да, там, child free или, ну, вот вообще, кто не хочет иметь детей, они мне никогда не навязывали свою политику и никогда мне не говорили, типа, ты тоже не хоти иметь детей, тебе не нужны дети. Такого никогда не было. То есть разница, да? Подруги, у которых дети есть уже, они мне постоянно навязывали, что я тоже должна рожать. Подруги, у которых детей нет, они мне никогда не навязывали свой образ жизни. Но разница в том, что, опять же, подруги, у которых дети есть, делятся опять тоже, ну, как минимум на две категории. Это подруги, у которых есть бабушки, дедушки, которые могут помочь посидеть с детьми, да, как это было у меня недавно. И подруги, у которых не на кого оставить детей, как это у меня сейчас, да. И подруги, у которых есть дедушки, бабушки, они постоянно пытаются, родственницы молодые, они постоянно меня пытаются, например, там, выгнать на работу. Они не могут себе представить, как можно зарабатывать деньги в интернете. Ну, типа, как это? Как это вообще возможно? Нет, надо валить на работу, на обычную. Они не понимают того факта, что это новый город для нас, новая страна вообще, в принципе. И, ну, как бы, я переживаю за ребенка. Опять же, мы живем в арендованной квартире, у нас очень тяжело открывается и закрывается дверь. Я этот процесс отрегулировать не могу. Вот так вот взять и с лету переехать в другую квартиру, подбирать квартиру только потому, насколько ребенок сможет открыть входную дверь. Ну, такое себе, знаете, опять же, переехать, это не тумбочку передвинуть с места на место. Это все равно какой-то тяжелый процесс. Это все равно оплачивать хозяйке, агентству, задатке и так далее. Искать квартиру с котом, возможно, квартиру максимально, вот настолько максимально близко к школе, мы уже и не сможем найти. То есть, а какой тогда смысл? Да, дверь он будет открывать, хорошо, ему будет удобно. Стоим придется, ну, допустим, два раза переходить дорогу на опасном перекрестке. Ну, то есть, это уже, ну, не тот приоритет, как я говорила. Ходит куча забулдых, когда одногласники пропадают, когда бывают моменты, что ребенок выходит на улицу, его там какой-то мальчик позвал, там, к себе в гости, Адамир, а можно я пойду? Нет, нельзя, ты видишь этого мальчика первый раз в своей жизни. Конечно же, нельзя. То есть, ребенок еще только учится всем этим моментам. И, опять же, если я зарабатываю столько же, сколько я буду зарабатывать, выходя на работу, какой смысл мне на нее идти? Я не могу понять. Для того, чтобы успокоить чье-то самолюбие, для того, чтобы успокоить чью-то, я не знаю, там, ну, вот все ходят на работу, и ты должна ходить. Вот для чего? То есть, нет этого вот понимания, что даже если бы я не зарабатывала в интернете, а просто сидела дома, для меня гораздо важнее безопасность моего ребенка, что он доставлен в школу, забран из нее, у него все нормально, живой, здоровый, ни с каким забулдыгой не столкнулся во дворе, или еще где-то, я действительно переживаю. Вот вчера, например, я говорила, активизировались алкоголики. У нас от дома, между домом и школой расположена арка. И вот в этой арке двое товарищей стояли, один блевал, второй рядышком стоял. Вот, я не знаю, двое товарищей выгуливают собак, ну, таких вот, бойцовских собак, да, агрессивных. На самовыгуле в соседнем доме собака тоже злая, она на меня очень сильно начала гавкать, я очень сильно испугалась, и я не знаю, может, она меня могла бы укусить, и так далее, я ее вообще не трогала, к слову. Вот некоторые товарищи, которые, ну, вот, зоозащитники и так далее, да, говорят, что, типа, вот, это ты, наверное, там, пьяная была, это от тебя перегаром несло, животные перегар не любят, это потому, что ты там, я не знаю, разозлила животное, да я даже не смотрела на нее, я ее никак не могла разозлить, я даже на нее не смотрела, и я не пью, я не алкоголичка. Если пью, то редко по каким-то праздникам. На постоянку я не хожу тут, не выгуливаясь перегаром, и то чаще всего у меня потом какой-то выходной, это самое, я отдыхаю, дома сижу и домашними делами занимаюсь, если это какой-то праздник, то мы можем засидеться до вечера, на следующий день уборочку делаю, посуду мою. У меня хватает, как бы, дел. Вот. И вот находят, как бы, да, причины. Вот у одной женщины, или вообще лицо разорвало, разодрало собака в 4 утра, доставили в травматологию. Это кошмар какой-то. И как я выпускать буду ребенка одного сейчас, когда, ну, он боится пока ходить сам в школу. Если нет такой надобности, то какой смысл? Также были вот подруги, опять же, у которых нет детей, да. Это, опять же, подруги, у которых есть бабушки, которые могут оставить ребенка на бабушку. У нас нет рядом бабушек, у нас вообще рядом нет родственников. Я, Вовка, все, и малой. Больше здесь рядом у нас никого нет. Вообще. Поэтому мы приняли такую систему для себя, что Вова ходит на работу, основное обеспечение семьи он делает. Я это как что-то вот, какие-то мелочухи там пошла, что-то из продуктов купила, может, какую-то одежду, что-то оплатила и так далее, да. Но, допустим, я сижу, он ходит на работу, я сижу дома, занимаюсь домашними делами. Ребенок, школа, со школы, какие-то кружки кушать, уборка, домашние задания, глажки, стирки. Я занимаюсь этим. Я занимаюсь домом, хозяйством. Вот. И опять же, да, есть мамашки, которые вот, вот, отдашь, типа, ребенок пойдет в школу, ты выйдешь на работу. Я пока не планирую выходить. Вот если по чесноку, я вообще, в принципе, в ближайшем будущем на работу выходить не планирую. Я планирую пока что сидеть дома, блин. Я не планирую выходить на работу в ближайшем будущем. Меня устраивает более чем то, чем я именно занимаюсь в данный момент в своей жизни. И вот, например, есть у меня еще там одни знакомые, вот они очень не рассказывают. Мы разговаривали тогда о выходе, о раннем выходе на пенсию, о различных профессиях. Они сказали такую вещь. Ну, отродишь троих по очереди, три декрета отсидишь туда-сюда и на пенсию. Я такая смотрю на них и думаю, твою мать, у вас ни одного ребенка нет. Вот вообще ни одного у вас даже животных домашних в доме нет. И ты мне рассказываешь, что родишь троих, три раза, родить троих, это по 9 месяцев их вынашивать. Трое детей, это и так практически три года жизни, вынашивание детей. И три декрета. Три декрета по три года. Это 9 лет. 9 лет плюс 3 года. Ну, пусть будет 2 года, хорошо, допустим, да, вынашивание ребенка. Ну, сколько там без этих нескольких месяцев кто-то высчитывать. Пусть будет 2 года, окей. Это 11 мать твою лет. Ухода за детьми, беременности и так далее. Ты 11 лет будешь либо беременна, либо вся в кормежках, подгузниках, глажках, стирках, бутылочке, столбиком поноси, укачай, это самое, педиатры, пеленки, распашонки, все эти какашки, детские писяшки и так далее. Вот эти прикормы, сись. Что сиськами-то будет? Господи. А! Серьезно? 11 лет? Я не готова посвятить этому 11 лет своей жизни. Простите меня, я не готова. Просто человек так легко рассуждает о трех беременностях. Я, у меня подруга вот, мы когда в детстве общались с ней, да, я бы в жизни не подумала, что у него будет четверо детей, она родила четвертого ребенка. Я себе даже это представить не могу. Ну, понятно, что ей помогают, потому что дети там-то у бабушки с дедушкой находятся. Первый ребенок с папой находится. Это самое. Но, блин, ну, твоя мать, ну, ну, четверо детей, а это еще больше, чем вот то самое 11 лет, то, что я сказала. И я себе это даже представить не могу. Я, когда малой только родился, я тоже думала, о, надо еще двоих сразу, вот прям сейчас, вот со старта, пока я еще готова. А потом можно будет себя в порядок приводить там, то, сё. Но 11 лет? Нет. Нет. У меня есть кот. У меня есть ребенок и кот. Мне хватает. Вот. Кот тоже ребенок, только из семейства кошачьих. Он ребенок кошки, которая его родила, а я о нем забочусь тоже. О своем ребенке и о ребенке той кошки, которая родила нам Бубу. Вот. И мне этого более чем хватает. Вот вы меня простите, я не знаю. Это, наверное, классно, трое детей. Ну, во-первых, это очень много... Вот. У мамы отличненько, кстати, трое детей. Ну, в общем, молодец женщина. Крутая женщина. Вот. Смотрю я часто, особенно в последнее время. Обсудим еще. Вот. И, блин, вот девчонки, у которых детей нет, они так легко рассуждают о материнстве, о вынашивании детей, о том, сколько это может занимать времени, да, то есть декреты и все такое, о том, как они себе представляют семейную жизнь с наличием детей, да, и как они себе представляют там отдых, как дети пойдут в школу и так далее. И все моменты, по которым они рассуждают, они заблуждаются, хотя бы по той простой причине, что у них нет детей сейчас, они себе не могут представить эту картину целую, цельную. Вот как это на самом деле все будет в их жизни. И вот ты такой, она тебе говорит, не, ну а что, три декрета там, да, 11 лет. Три декрета, говорит, туда-сюда и на пенсию. Вы меня, конечно, простите, но я себе не так представляла свою жизнь, чтобы уйти в три декрета, а потом уйти на пенсию. Спасибо, конечно, большое, но я не хочу так рано на пенсию. И я не хочу в трех декретах сидеть. И, например, вот мысли, да, что вы там отправили ребенка в лагерь, или, да, что там он уже большой сам в школу сходит, ну блин, или там сам домашки сделает, ну нет. Для меня очень важно, чтобы у Дамира было, например, хорошее образование, ему очень нравится учиться, ему очень нравится учиться, он собирается записываться на третий кружок, вот он занимается английским языком, Дамир занимается творчеством, ну то есть они делают там всякие поделки, но опять же это тоже полезно, это тоже полезно, потому что это развивает, это развивает моторику рук, это развивает фантазию, это тоже развивает, это, ну, хорошо творчество. И помимо всего этого, помимо всего этого, ой, господи, То есть это уже два кружка, я сказала, он ходит на английский язык, он ходит на творчество. И вчера у них прошел урок робототехники пробной, и Дамир попросил его записать. То есть он будет ходить делать роботов. Каждый урок у них новый робот. У него получилось, ему очень понравилось. Вот, ему понравилось, как его робот начал двигаться и так далее, то есть ходить. Он в большом восторге. И он так вот, если я ему до этого сама предлагала кружки, он так вот не смело так, а можно я буду ходить на этот кружок? Ну, конечно, можно, почему же нет? Поэтому Дамир записывается на третий кружок и будет заниматься робототехникой. Вот, и это все легко и просто рассуждать о том, как строится быт человека, у которого есть дети. Как строится его отдых, как происходят те или иные моменты в его жизни, когда у тебя у самой детей нет. Очень легко говорить, а что ты на работу не пойдешь, когда у тебя под боком, даже если у тебя есть дети, например, но у тебя под боком есть бабушка, которая будет сидеть с твоим ребенком, пока ты работаешь. Мне и сама было очень легко об этом рассуждать, когда у меня рядом моя мама, мой папа, моя бабушка, и они все прекрасно могут посидеть с малым. Очень легко об этом рассуждать, да. А когда у тебя рядом нет никого? Мы уже не раз возвращались к этой теме, просто у меня знакомые вот сказали, типа, не, ну а что, про три декрета. Я как-то вообще опять вспомнила об этой теме, задумалась. Вот, все, давайте от нее отходить. Пальцы на ноге у меня, кстати, продолжают болеть, вот, особенно мизинец. Ой, вот. Еще смеялись с Володькой вчера, что я вам показала фотографию кота. Я говорю, у нас кот, Гарю, пофотогеничнее некоторых людей будут. И он смеется и говорит, ты симпатичнее. Я говорю, да, да. Вот, вот такие вот пирожульки. Все, друзья, давайте продолжим наши беседы в другой раз. В другой раз. До новых встреч, хочу вам сказать. Вот. До новых встреч, ребятки. Пойду заниматься своими делами. Очень много дел накопилось. Я только недавно позавтракала. Сейчас на часах, как я уже сказала, четверг сегодня. Да, господи, четверг сегодня, 8 апреля. Время 9.55. Только недавно позавтракала. И сразу вышла к вам побеседовать, побеседовать. Ну, давайте, если уж пошли. Такие пироги я как-то составляла. Может, кому-то интересно. Раз мы начали говорить о детях. Может, кому-то интересно. Я составляла не так давно список для просмотра, список мультфильмов для просмотра с ребенком. Если кому-то интересно, я зачитаю. И посмотрите с детьми. У меня вот ребенок очень любит мультики, которые с котиками, собачками и птичками. Вот. Поэтому, если кому-то надо, вот мой список мультфильмов. Птичий дозор, улетная история. Большой кошачий побег. Большой собачий побег. Папа-мама-гусь. Замбезия. Мы когда-то смотрели его с Володей. Я рассказывала, что я долгое время отказывалась смотреть мультики. И, ну, типа, я уже взрослая. Зачем мне? А Володя хотел посмотреть этот мульт. И он мне его включил. Он мне очень сильно понравился. Я не пожалела. И, ну, я не пожалела о том, что я все-таки посмотрела мультик. Вот. Но изначально, конечно, я давно не смотрела мультфильмы. Я была в огромном шоке, когда мне муж обманным путем включил мультфильм. Ну, я, правда, давно очень не смотрела мульты. Но я не жалею. Вот. Очень клевый. Очень клевый. Просто пропитан большим количеством юмора. Можно смотреть как взрослым, так и детям. Жил-был кот. Плюшевый монстр. Пушистый шпион. Два хвоста. Кстати, очень странный мультик. Смотрели по телевизору. Называется «Банда котиков». Во-первых, там были не очень приличные выражения. Вот прям я очень-очень... Как это сказать? Ну, мне не присуще то, что я не зашкварная такая мамаша, которая вот любое какое-то слово и давай потом грузить ребенка. Что-то за слово сказал, а такое слово говорить неприлично. То есть, ну, если он произносит какие-то типа «нифига себе», там еще что-то, ради бога. Лишь бы в рассказе своем, когда он рассказывает, например, о каком-то произведении, которое он прочитал. Или когда он разговаривает там с учителями. И так далее, чтобы он эти слова не произносил. Дома, когда балуются, да, хорошо. Маты категорически нет. Вот он еще, скажем так, я знаю, что он все равно будет матюкаться. Это делают всем. Вот. Но не сейчас, не в 7 лет. Но когда я слышу такое в мультике, и мне еще очень странно, опять же, тема украинцев, которую тоже решили потрепать в этом мультфильме. Были слова некоторые на украинском языке, были слова неприличные. Так что я этот мультик не пойму и просмотрю, если честно, не рекомендую. Изначально мне показалось, что мультик будет хороший, но и котики эти сами какие-то грубоватые мне не зашло. Джон Джок? Джок, что ли, крутой щенок? То ли Джон, то ли Джок, я не могу понять по почерку. Королевские каникулы, город собак. Все псы попадают в рай. Кстати, очень клевый мульт. Он уже старый, но он очень-очень клевый. Я его смотрела еще в своем детстве. И у нас был прикол с подружкой. Смотреть мультфильмы, созваниваться друг с другом по телефону, быстренько делать домашние задания, а потом включать мульты и смотреть вместе мультфильмы. Мы с ним вместе часто смотрели разные мультфильмы, разные фильмы. Читали друг дружке анекдоты. Даже иногда неприличные. И один из мультиков был, вот, все собаки попадают, все псы попадают в рай. Еще нам очень нравился с Дамира мульт «Назад в будущее». Это мультфильм про того самого ученого, который делал машину времени и парня, который, я не знаю, он ему помогал или что, я уже не помню. Но они вместе путешествовали в будущее, в общем-то. И, как вы видите, 2015-й не стал абсолютно таким, вот, как его показали там, к сожалению. Вот. Или, к счастью, машины до сих пор не летают. Мы только с Дамиром разговаривали о прогрессе, о том, насколько я к нему не готова. Но мы, пожалуй, поговорим с вами на тему моей неготовности к прогрессу как-нибудь обязательно, в другой раз. Но, а еще мы смотрели «Охотники за привидениями». Там очень классная заставка в самом начале. И мы всегда вот так вот с ним пританцовываем, как-то напеваем. Вот это там что-то. Не помню, на память напела. Но очень-очень клевый тоже мультфильм «Охотники за привидениями». Все, какие-то мульты мы из этого не смотрели. Мы смотрели только «Охотники за привидениями», «Назад в будущее», «Все собаки попадают в рай». «Банда котиков» мы смотрели. С Володей я смотрела «Замбезию», хочу посмотреть еще с малым. «Большой кошачий побег» посмотрели. «Птичий дозор, улетная история» посмотрели. И начали смотреть «Большой собачий побег». Хотим еще посмотреть «Мама, папа, гусь», «Папа, мама, гусь», «Замбезия» с малым, как я уже сказала, хочу посмотреть. «Жил-был кот», «Плюшевый монстр», «Пушистый шпион», «Два хвоста». И опять же, то ли Джок, то ли Джон, крутой щенок. Вот не помню. Написано очень, очень маленькую какую-то букву сделала, и не пойму. «Королевские каникулы», «Город собак». Вот. Поэтому рекомендую. Рекомендую к просмотру, друзья мои. Вот. Пожалуйста, мы с удовольствием. Мы с удовольствием. Вот. Все. Раз уж мы так заговорили о детях, я себе пометила, что я с вами поделилась мультами. Вот. Буду просто дальше с малым смотреть. Я просто хотела их полностью посмотреть, а потом уже с вами поделиться. Но раз уж у нас была затронута тема, связанная с детьми, я решила, что почему бы не поделиться с вами этим уже сейчас. Что жадничать? Что жадничать? Нашла крутые мультики. Вот делюсь. Вот. Вот такие пирожильки. Все, ребят. Я позавтракала. Я с вами пообщалась. Поделилась с вами мультами. Сейчас я планирую пойти поработать немножко. Принять лекарства. Мне очень болит голова. Мне очень душно. И поэтому мне очень болит голова. Духота. Духота. Пятый этаж. Солнечная сторона. Это сейчас только начнется жара. И все. И будет здесь безумно жарко. И вообще я нашла в Самбре. Очень классные шторы. Я вам рекомендую. Плотные такие. Хочу, может быть, развесить здесь шторы вот эти плотные. Чтобы меня вот эта вот жара и солнце мне не мешали. Потому что я очень не люблю солнечные стороны. Почему? Потому что, ну опять же, вот солнечная сторона. Ребенок садится заниматься, а ему жарко становится. Ему жарко. Солнце это в глаза. И ты какую штору не повесишь, все равно тогда придется включать лампы. И какой смысл тогда быть на солнечной стороне, если ты закрываешь все вот эти вот шторки все и включаешь искусственный свет. Толку тогда. Здесь на кухне мне становится душно. Я окно хоть открываю, хоть закрываю, все равно душно. Меня размарывает тут на солнце, пока я готовлю есть. До такой степени, как будто я перележала, перезагорала на пляже, если честно. И меня это очень сильно раздражает, вся эта история. И мне поэтому очень не нравится находиться на солнечной стороне. Опять же, опять же. Что я хотела сказать? Ой, Господи. Поэтому мне очень не нравится находиться на солнечной стороне. И, ну кто-то может сказать, что зато зимой тепло. Мне зимой тепло было от обогревателя весь год, если честно. Это солнечная сторона, да. Здесь. Но мне было тепло зимой от обогревателя. И даже не от батареи, не от отопления, которое включали здесь. Потому что такое себе оно было. Мне было тепло от обогревателя. Всю зиму нас грел обогреватель. Спасибо ему большое. Спасибо людям, которые создали этот обогреватель. Он работал просто круглосуточно. Если бы не он, в квартире было бы очень холодно. Вот такие пирожульки. Поэтому не знаю я. Уж явно не солнце с улицы меня грело в квартире. Уж явно. На улице было это теплее, чем в квартире. Поэтому это такое себе ориентироваться на то, что тебе от солнца с улицы вдруг будет тепло в квартире. Все, друзья мои. Все, мои хорошие. Я погнала. Я пойду приму лекарства и пойду немножко поработаю. Может полчаса полежу просто. Что-то тоже поделала в телефоне, поработаю. Вот. Рассортирую все свои делишки. Вот. И вообще сегодня Володя собирался сделать покупки вечером. Если он все-таки это сделает, я вам сниму покупочки наши. Вот. Если нет, то, ну, значит, нет. Вот. Я пока не знаю, какие у него планы. Все. До новых встреч.